Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение и комментирование прекраснейшей из книг Ветхого Завета «Песни-песни». Перед нами вторая глава. Энерцисс Сороцкий, Лилия Долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. В многочисленных восхвалениях, которые слышны в тексте, это самое странное, так как говорящий восхваляет сам себя. Я намеренно использую нейтральную форму говорящий, так как грамматические формы однозначно соотносят это высказывание с женщиной, и с этой позиции, собственно, выступают еврейские толкователи, видящие в говорящей девушке душу праведника или народ Израиля, чьими аллегориями, собственно, была возлюблена. В то же время христианские комментаторы полагают обратное, а совершенно наоборот. Они говорят, что здесь говорит о себе юноша, который является для них аллегорией Христа. Соотнесенность с цветком контекстно более подходит девушке, так как в большинстве культуры цветок – это знак хрупкой, мимолетной красоты и изящности. В этом значении используют почти синонимичное выражение полевые лилии – самый Иисус. Для него они тоже символ быстротечной красоты, поэтому маловероятно, что юноша сравнил бы себя с цветком. В таком случае мы слышим продолжение слов девушки о собственной привлекательности. В предыдущей главе она без тени смущения говорила, что красива, несмотря на свою смуглую от загара кожу. Здесь же она выступает инициатором целой череды восхвалений, начав с самой себя. Она хочет привлечь возлюбленного, хочет указать на себя. Юноша соглашается. Он принимает ее образ цветка и продолжает игру, развивает его дальше. Она не просто цветок, она подобна цветку среди колючек. Действительно, мало чьи уши столь устойчивы к гиперболам, чем уши влюбленных. Никакое сравнение не будет для них избыточным. Терн ранит. Отношения с другими людьми могут причинять боль, но любимая нежна, как лепесток лотоса. Возможно, здесь скрыта аллюзия им в другие книги мудрых, где говорится «от воды чужой удаляйся и из источника чужого не пей». То есть, лишь союз с вожделенной твоей избранницей принесет мир. Любая же попытка обратить взор в сторону принесет только страдание. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Теперь в игру сравнений вступает девушка. Если она сравнивает седа и сравнивается юношей с цветком, то его и других мужчин она соотносит с деревьями. При использовании растительных образов прекрасно видна их привязка к полу. Дерево – символ мощи и силы, устойчивости. Часто желая проиллюстрировать чью-то мощь, Библия сравнивает героя с кедрами ливана, с прекрасными лесными гигантами. Хотя, замечу, часто это сравнение несет и негативную коннотацию. Говорит о гордости персонажа. Чем возлюбленный отличается от всех остальных? Он единственный, кто приносит плод. Это важная мысль в аллегории, так как Писание часто указывает на бессилие, бесплодность других богов и всесилие бога истинного, от которого только и можно вкушать плод помощи, плод благодати. В прямом же смысле, это вполне прозрачная лирическая метафора. Сладкий плод равен здесь устам возлюбленного, а вкушение – поцелуи. Как реакция на пуританское отношение к поцелуевым объятиям в традиционных обществах, к которым мы еще сравнительно недавно относились сами, современная культура рождает почти противоположное восприятие этих знаков, детерминирует их полностью. Они стали стоить очень дешево. Важно понимать, что христианская позиция – это позиция здравого и трепетного отношения к этим проявлениям любви, которая в следующих стихах песни сравнивается с вином. Вино прекрасно и веселит сердце, но упиваться им опасно. Так же и здесь. В отношениях влюбленных, конечно, безусловно должно быть место и поцелуем, и объятиям, но не стоит забывать о их пьящей силе. Перед нами описание пира, где возлюбленные взлежат. Если в первой главе юноша был у груди девушки, скорее метафорически, то есть был близок к ее сердцу, то здесь говорится о реальном возлежании пары за праздничным столом. Мы уже упоминали, что текст песни сложен в своей неоднозначной драматургии, из которой не вполне понятно. Перед нами цельное произведение или антология. Для того, чтобы гармонизировать переходы с темы на тему, как вот в этом стихе, толкователи, отстаивающие целостность произведения, вынуждены прибегать к, скажем так, различным приемам, считая, что, например, от воспоминаний девушка переходит к реальности. И наоборот. То есть оба влюбленных обращаются к дочерям Иерусалима, к условному женскому хору произведения. Девушка просит у них помощи. Любовь столь сильна, что истощает ее. Но в этом образе скрыто обратное значение. Она жаждет более и более возрастать в любви. Юноша сравнивается с яблоней, и она просит яблок. Синоним любви вино, и она просит еще этого вина. Девушка спит за столом на руках у юноши, и он говорит, чтобы ее не тревожили, желая, чтобы это единство длилось дольше. Но странный оборот. Почему юноша заклинает газелями и ланями? Почему бы не призвать имена каких-то страшных хищников или жутких бедствий? Секрет прост. Написание газелями и ланями на иврите созвучно именам Бога, Савауф и Эль. Для иудейского отношения к имени Всевышнего, обусловленного Третьей заповедью, характерна замена прямых именований Бога иносказаниями. Так у апостола Матфея мы видим, что Царство Божие превращается в Царство Небесное. А в большинстве молитв иудаизма вместо имени Бога произносится просто Баруха Шен, благословенное имя. Поэтому здесь иносказательно. Именем Господнем заклинает юноша не будить любимым. Под двумя обнимающими человека руками святые отцы видят образы Ветхого и Нового Заветов, жизневременной и вечной, временных и нетленных даров и многого другого. Знамя, обычно термин Дегель, переводится как флаг. Это значение слово имеет и в современном виде. Но также это еще и отряд воинов. В любом случае, перед нами воинская метафора, подчеркивающая силу любви, на этот раз отнесенная не к девушке, а к ее возлюбленному. Если это знамя, то это знамя победы. Отряд покорил твердыню сердца девушки. Так и любовь человека к Богу. От пророческого «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог», до апостольского «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Любовь возрастающая, разгорающаяся, восходящая от силы в силу. Вкусив ее, не хочется останавливаться. Не горело ли сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание, говорят ученики о Христе. Огонь любви зажигает в сердце встреча с Христом. Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Голос возлюбленного. Здесь явное смешение метафор о любимом с большой и с маленькой буквы. Скачет по горам, прыгает по холмам. Это образный ряд, скорее относящийся к Богу Израиля. К тому, кто вел свой народ в пустыне. Тому, кто явил себя на Синайской горе. Тому, наконец, от сильной спасающей десницы которого горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы, говорит Псалтырь. А в последние дни, перед которым всякий дол наполнится, и всякая гора и холм понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия. Да, это говорит пророк Исаия. Но о возлюбленном в его простом и понятном виде, как о молодом человеке, говорит девушка, указывая на то, что он спешит к ней, заглядывает в окошко. И каждый этап делает его все ближе. От гор к холмам, от холмов к стене, от стены к окну и далее. Святитель Амбросий Медиаланский считает, что соотнесенность возлюбленного с молодым оленем подчеркивает его неспокойность, устремленность, так как слово Божие всегда убегает, подобно сернии или оленям, да бодрствует всякий, и да трудится душа, которая взыскует и жаждет обрести его, говорит святитель. Не случайно, что и само слово, обозначающее Бога, феос по-гречески, происходит от глагола фео, бежать, то есть подчеркивает его как постоянно ускользающую, и тем самым более и более устремляющую к себе реальность. Желание любимой движет как пылкого юношу, так и творца миров. «Да ревностью любит дух, живущий в нас», скажет апостол Иаков прописную для Ветхого Завета истину, напоминаемую, например, Иеремией пророком. «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение, и относящуюся не к одному конкретному народу, но как покажет своей жизнью Христос вообще ко всему человечеству. Возлюбленный мой начал говорить мне, «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлица слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы расцветая и сдают благовоние. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» «Голубица моя в ущелье и скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятное». Дошедший до девушки любимый обращается к ней со словами, удивительным образом описывающими реальность мне сны, соотнесенную с мировой катастрофой, с великим потопом. Понятно, что здесь девушка не рассматривается, как выжившее семейство Ноя. Скорее, весна сравнивается с великим обновлением жизни, когда все растленное погибло, и в завете радуги Бог обещает более не убить мир водами, зима закончилась, дождь перестал. Это описание завершения сезона дождей, проходящего в зимние месяцы. Но чем иным, как невеликой зимой, временем смерти стали воды потопом, ослабевшие сначала прекращением дождя, а лишь потом начавшие этапно уходить с лица земли. Настало время пения, слышен голос горлицы, ведь именно голубь стал благовестником для мая. С благой вестью выйдет отвод Иордана и Иисус, сошествие на которого духа в виде голубины, ознаменует собою подобное же прекращение власти зимы, смерти над человечеством и распускание первых побегов новой виноградной власти. Встань и выйди, вот призыв возлюбленного. Так вышел Израиль из сетей рабства, так вышел из сетей смерти Сын Божий и вывел за собой вечный свет узников ада, бывших связанными оковами вечного мрака. Встреча с ним, движение жизни и освобождение, юноша хочет освободить девушку из-под сеней душного дома, а Господь освобождает человека от власти, смерти и дьявола. Заканчивается обращение к девушке напоминанием о ее красоте, о которой, как мы помним, она знает и сама, но ссылка на которую является как бы гласным мотивом влюбленного, объясняющим его полкость. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Да коли день дышит прохладой, убегают тени. Возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расщелиных гор. Мотив лисы в винограднике распространен в средиземноморской письменности достаточно. Можем вспомнить хотя бы басню Изопа, пересказанную Крыловым. Образ этот негативен во всех смыслах. Рассматривает ли виноградник в прямом значении или в спектре переносных от девичьей чести героиного народа Израиля, своеобразие фрагментов в том, что лиса приходит в виноградник за ягодами. В цветущем винограднике о них, конечно, нет и речи. Поэтому данный фрагмент необходимо рассмотреть, если не как аллегорию, то однозначно как метафору. Юноша говорит, что пришло время торжества жизни, весна, и призывает возлюбленную окунуться в это торжество. Но девушка замечает, что виноград тоже лишь зацвел. То есть до времени плодов еще далеко. А неугомонных лисенят, которые по глупости пришли не ко времени, и не могут все испортить, нужно прогнать. Это демонстрирует ее несколько ироничную реакцию на ухаживание. И под лисенком она может иметь в виду и любимого, обращая его внимание на преждевременность ожидания. Но сам тон указывает, что это не отказ от любви, а принятие определенной дистанции до времени. Героиня постулирует свою принадлежность к любимому. Пусть сейчас она призывает его удалиться, но он и все должны знать, что всем сердцем, всей душой, всеми силами своими она любит его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok